Всем привет, семья! Добро пожаловать на новое видео! И сегодня я хочу вам рассказать мой личный список сериалов, которые я рекомендую для просмотра, для изучения английского языка. Сериалы создают просто идеальные обстоятельства, идеальную атмосферу для изучения английского шаг за шагом. То есть вы можете начать с русскими субтитрами, да, в оригинале с русскими субтитрами, к следующему сезону или через два сезона вы можете переключиться на английские субтитры в оригинале, и потом в дальнейшем вы можете перейти без субтитров полностью. Сериалы обычно длятся приличное количество времени, несколько сезонов, поэтому у вас есть время привыкнуть к голосам персонажей, к их акцентам и произношению. И также в сериалах часто одни и те же темы, ситуации повторяются, поэтому вам будет очень легко, так скажем, улучшать ваше восприятие на слух шаг за шагом. Ну и, конечно, сериалы, к ним вырабатывается часто зависимость, поэтому очень легко, если вы найдете сериал, который вам по душе и который реально вам нравится и вам интересно, то вы будете его смотреть часами, даже не замечая, что вы улучшаете свой английский язык. Если вы еще начинающий, то сериалы, которые я могу порекомендовать для вас, это ситкомы. Ситкомы это жанр сериала, которые чаще всего они комедии, чаще всего снимаются в павильонах, и иногда в них, знаете, есть закадровый смех, который некоторых людей раздражает, но в этом нет ничего страшного. И ситкомы хороши тем, что сами эпизоды, они не длинные, поэтому даже если вы что-то не понимаете, вам легко сохранять концентрацию. Как правило, там немного персонажей, и они часто не меняются, и новые часто не добавляются на долгое количество времени, поэтому у вас есть время привыкнуть к персонажам, тому, как они говорят, и, как правило, в таких сериалах у этих персонажей очень много диалога. Ну и, конечно, в таких сериалах сама лексика очень простая и каждодневная, очень актуальная и реально применимая. Это, знаете, каждодневный английский язык, что сыграет очень большую роль в вашем развитии, вашего словарного запаса восприятия на слух и, в целом, вашего английского языка. Сериалы, которые я порекомендую в этом видео, они не все ситкомы, а я, конечно, буду рассказывать о каждом сериале и что в нем такого хорошего для изучения. Поэтому давайте начнем. Список сериалов, которые я рекомендую к просмотру в 2019 году, чтобы улучшить ваш английский язык. И первый сериал считается ситкомом, и он называется Superstore. Superstore – это сериал о людей, о группе людей, молодых людей, ну, разных возрастов, конечно, которые работают в супермаркете. И на протяжении сериала и эпизодов разбираются со своими проблемами личного, профессионального характера. Там очень много курьезных разных ситуаций и историй, много очень разных прототипов персонажей. И что мне нравится в этом сериале, в каждом эпизоде поднимают какую-то актуальную для американской культуры тему, а знать или хотя бы иметь примерное представление о культуре и что в ней происходит – это очень важный фактор в развитии вашего английского языка, верите вы или нет. Язык там очень простой, каждодневный, очень много актуального сленга и разных фразочек. И так как в сериале очень много разных актуальных культурных и даже политических тем, вы можете даже видеть, откуда определенный сленг зарождается в реальном времени. Следующий сериал, я бы не сказал, что он ситком, но он тоже попадает в эту категорию. Это «Бруклин 99». И это сериал о детективах в полиции, в полицейском отделении в Нью-Йорке. И хоть этот сериал про полицию, там не сильно много именно как раз таки профессионального жаргона и вот криминального полицейского, так скажем, словарного запаса, там больше о молодых людях, которые работают в полиции и разбираются со своими жизнями, личными романтическими отношениями и, конечно, с профессиональными делами. Поэтому это очень хороший сериал, опять-таки, для каждодневного английского, для модного сленга, для актуальной речи, для юмора, там очень много смешных, не то чтобы они смешные, но там очень много специфических, таких немножко глупеньких американских шуток. Поэтому, если вы хотите понимать юмор, то этот сериал идеальный для вас. Я слышала его. Он спрашивал с музыкой в баре. Ты помнишь, что он спрашивал? Я думаю, что это было песня «Я хочу в таком месте». «Бэкстрит-бой», я знаю. «Я хочу в таком месте». Следующий сериал не такой уж и новый и не совсем ситком, но он тоже хороший для изучения. Там есть эпизоды посвежее, конечно, но он начался уже давно. И это сериал «Californication» и сериал о писателе из Нью-Йорка, который переезжает в Лос-Анджелес, о его жизни. Приготовьтесь увидеть и услышать много сексуального контекста и просто сексуальных приключений главного героя, алкоголя и профессиональной деятельности, много интересных, курьезных ситуаций, сленга, нецензурной лексики. Знаете, очень такой настоящий, сырой английский, которому вас ни в одном учебнике не научат. Поэтому, если вас интересует как раз-таки эта сторона английского языка, менее академическая, более живая, то этот сериал просто идеально подойдет для вас. Следующий сериал тоже не совсем новый, я думаю, вы слышали о нем, он называется «The Office», и этот сериал снятый в стиле документального фильма, и 24 часа в сутки операторы следят за жизнью в офисе компании по производству бумаги. И там очень-очень смешной сериал, очень много разных ситуаций, и очень простой разговорный, каждодневный язык. Очень легко его понимать, и там очень много чего можно выучить из такого простого жизненного английского языка. Это один из самых лучших сериалов для изучения английского языка, поэтому, если вы его еще не смотрели, то посмотрите. Я говорю сейчас про американскую версию этого сериала, есть еще британская версия этого сериала, но я рекомендую вам посмотреть американскую. она более актуальная в плане языка. What is your name, sir? I am Bill Butlicker. Really? That's your real name? How dare you? My family built this country, by the way. Be respectful, Dwight, please. Yes, Michael. Следующий сериал вообще не комедия и вообще не смешной. Он называется 13 Reasons Why. Его можно посмотреть на Netflix, там сейчас три сезона. И этот сериал, его очень сложно объяснить в двух словах, но это сериал о жизни подростков, школьников в старшей школе, которые проходят через разные тяжелые ситуации. Поэтому там очень много таких тяжелых, серьезных, реальных, глубоких разговоров. Но и также очень много сленга и современной лексики, так как главный герой этого сериала – это подростки, школьники. Сюжет очень затягивает, поэтому если вам интересен такой сериал потяжелее, более серьезный, то я призываю вас посмотреть. Я поспал прошлой ночью, всего три часа, потому что я очень хотел закончить третий сезон, вот как все плохо. Следующий сериал довольно-таки похож на предыдущий, это новый сериал, он вот только-только вышел, называется Euphoria. И этот сериал тоже очень сложно описать, сериал тоже о школьниках в старшей школе, и там очень много затрагивается разных тем, наркотики, сексуальная ориентация, очень много всего, это очень загруженный сериал, если честно, и тоже советую посмотреть, если, опять-таки, вам это интересно, очень много там, опять-таки, такой сырой, глубокой, серьезной лексики, связанной с такой вот жизнью, очень много сленга, нецензурной лексики, опять-таки, тоже, и феноменальная актерская игра. 13 Reasons Why и Euphoria я бы рекомендовал уже от Intermediate и выше. Следующий сериал не такой уж новый, я уверен, что вы его смотрели или слышали о нем, он в одно время очень был популярным, это сериал, который называется Lost, не буду вам рассказывать сюжет, я думаю, ну, кто, я не думаю, что кто-то не знает этого сериала, но только если вы прям сильно-сильно молодые, но, тем не менее, этот сериал хорош в плане изучения английского языка, потому что там много разных персонажей с различными акцентами, американский, британский, австралийский, шотландский там даже был, поэтому, если вы хотите диверсифицировать свое восприятие на слух и привыкнуть к разным вариациям и типам английского языка, это идеальный вариант для вас. Я извиняюсь, что я ловила тебе. Следующий сериал до сих пор идет, он называется How to get away with murder, как избежать наказания за убийство, и сериал о группе студентов, которые изучают criminal law и их преподаватели, которые являются очень успешным и нестандартным, так скажем, криминальным адвокатом, юристом. И они все ввязываются в очень интересные обстоятельства криминального характера, из которых они потом должны всяко-разно выкручиваться. Поэтому в этом сериале очень много, естественно, такого специфического жаргона, что связаны с криминальным правом и преступлениями и всем тем подобным. Но, помимо этого, там еще очень много каждодневной разговорной лексики, которая очень будет вам полезна. Следующий сериал, это классика, и я думаю, все его смотрели, а кто не смотрел, вы обязательно должны его посмотреть. Это сериал «Друзья», «Friends». И этот сериал все рекомендуют, как идеальный сериал по изучению английского языка, и я с этим мнением абсолютно согласен. Я его смотрел сам, и я так много всего там для себя почерпнул и выучил. Этот сериал очень сильно мне помог. Поэтому, если вы еще его не смотрели, то обязательно посмотрите. А группа людей, молодых людей, живущих в Нью-Йорке, разбирается со своими жизнями, личными жизнями, профессиональными жизнями, их отношениями, как друзей. Очень много интересных сюжетов, персонажей, очень смешно. Шутки и юмор актуальны до сих пор. Очень, ну, подавляющее большинство лексики, идиом, и сленга актуальны до сих пор. Там есть разные типы носителей, там есть Рос, который более формально пытается говорить. И разные персонажи, такие как Чендлор или Джоуи. В общем, этот сериал просто невероятно крутой для изучения английского языка. Вы обязательно должны его посмотреть. Ну и последний, это более современная версия друзей, хотя он тоже, ну, не то чтобы старый, но он уже закончился. И это сериал How I Met Your Mother, Как я встретил вашу маму. Опять-таки, про группу друзей в Нью-Йорке. Ну, основное действие, это Тед рассказывает своим детям историю, затянувшуюся историю о том, как он встретил свою жену, ну, их маму. И весь сериал, это гигантский флешбек, гигантская просто история. И мы там видим Теда, который пытается разобраться со своей романтической жизнью в большом городе, пытается найти любовь. И вы там можете подчеркнуть для себя очень много каждодневной лексики, лексики, связанные с романтикой, отношениями, свиданиями, все такое. Там очень много разных персонажей. Там есть Робин, персонаж из Канады, и там часто смеются над Канадой, над ее произношением и разными словечками, которые она говорит. В общем, очень-очень полезный сериал. Ну и на этом все на сегодня. Если вам еще сложно понимать сериалы, вы не расстраивайтесь и не отчаивайтесь, это абсолютно нормально, это естественно, не переживайте. Две причины есть на это. Первое, это у вас недостаточно словарного запаса и лексики, чтобы понимать некоторые вещи. И второе, у вас недостаточно практики и тренировки к восприятию речи на слух. И все это абсолютно поправимо. Что касается лексики, я хочу вам рассказать про наш новый марафон, который мы подготовили с Мариной. Мега-марафон по очень актуальной, применимой и используемой лексике, которую вы будете учить на протяжении целого месяца. Мы с Мариной над ним очень долго работали, мы собирали эту информацию, актуальную лексику, чтобы вы могли разговаривать с кем угодно, о чем угодно, чтобы вы могли понимать все ситкомы, которые вы хотите смотреть. Поэтому переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше информации. и забронировать ваше место. Мест осталось немного, ну и времечко тоже уже идет. А какие сериалы смотрите вы? Напишите в комментариях, поделитесь со мной и с вашими коллегами на пути к совершенствованию английского языка. Давайте друг друга поддерживать и помогать. Спасибо большое за просмотр, и мы увидимся с вами в следующем видео. До свидания.